Фиксирую результат хранения с чесноком. Я в некоторых холоточках заложила чесночины и там, где они были, у меня нет трипсов или их отпугивает этот запах. В общем, он не так активничает, потому что я очистила луковицы. Да, надо будет брать это на заметку. И чеснок, вот они такие чистенькие. Еще использовать чеснок при хранении, закладывать. Вот он уже высохший у меня чесночок, но он дает результат. Вот следующий лоток. Тоже тут головками выложен чеснок. Можно сейчас тоже посмотреть, как здесь. А, вот еще у меня. Крепина поленилась и просто заснулась в чеснок. Я почистила луковицы. Хочу сказать, что были выпады, потому что я луковица сама иссохла как ними. Крупные есть луковицы, они чистые. Вот эта чистенькая. Все, что находилось рядом с чесноком, все было за... Только в одной луковице я нашла одного трипса. Вот, поэтому надо запомнить, что этот метод рабочий. Наверное, лучше это все вот так потом раскидать. Не наблюдаю я тут трипсов, но если один где-то был, я его выкинула, это не так, что он бы не размножился, но вероятно, что чеснокный запах действительно спрятствует из колонизации. Не любят они этот запах. То есть, три глядки, эти три лоточка были друг на друге. И вот сейчас чищу еще под ним. Здесь нету луковицы. Возможно, я просто это все, может, обработала более тщательно. Вот эти луковицы чистые. И еще я заметила такую особенность. Если где-то высохла луковица, она начинает мунифицироваться, и вот именно в ней начинают... А может быть, это от трипсов, что они ее сожрали. Разводится колония трипсов, оттуда все идет. Поэтому надо действительно, как один гладиолуса, вот через каждые 10 дней их смотрит, проверяет. Но это надо этим жить, когда времени нет ни на что. Поэтому надо более тщательно за этим всем делом следить. Так, 72 рубля стоило 6 головок чеснока. Ах, запашок, запашок-то какой приятный. Сейчас я его настругаю и развожу по своим ящикам. Так я его режу, головками прямо режу. Получаются такие кусочки. Спасибо. 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 Спасибо.